Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем ваш вопрос, ваш текст. Смотрите, прежде всего хочу сказать, что у вас в тексте вопроса присутствует некоторая хитрость. Какая? Это хитрость. Вы описываете свою проблематику. Вы ее описываете. Вы говорите, что вот так и так у меня зависимые отношения, из которых я хочу выйти и так далее. И вроде бы все понятно. Но понимаете, какая штука? С точки зрения клиента, с точки зрения человека, ну такого вот как бы не занимающегося, да, психологией, может быть не очень разбирающегося в ней. Я бы сказал, что термин, который вы используете, а именно термин созависимость, да, или зависимость просто. Это достаточно такое серьезное высказывание, я бы сказал. Вот, это достаточно такое, ну, категоричное высказывание, потому что есть у вас зависимость или нет у вас зависимости. Может определить только специалист, вот, и совершенно не факт, что это зависимость у вас есть, зависимые отношения. Вот. Но вы об этом говорите, о том, что у вас зависимые отношения, вы это воспринимаете именно так, что у вас зависимые отношения. И получается, что вы вроде как избегаете ответственности, своей ответственности в данной текущей ситуации. Как это возможно? Спросите вы меня. Я вам отвечу. А, как бы, зависимые отношения. Это интеллектуализация. То есть это вот скорее продукт интеллектуальной работы. То есть вы думали, думали, думали и решили, что у вас зависимые отношения. При том, что на бытовом уровне или на житейском уровне, как угодно это называется, понимаете? Ваши отношения независимые. Они другие. Они воспринимаются вам иначе. Они по-другому вам воспринимаются. Они по-другому вами ощущаются. Да? Они ощущаются как что-то тяжелое. Ну вот. В принципе. Хотите, что вам нужно. Чем вы нуждаетесь. И так далее. То есть зависимые отношения. Это, по сути, то, что вы сказали. То, что вы назвали. Да? Это практически полный опрыв. Реальный опрыв. От того, что вы на самом деле чувствуете. Если опрыв, значит проблема с восприятием. Проблема с осознаванием. Вот. Может быть. Может быть. Может быть. Есть некая трудность. С принятием. Того, что вот вы. Ну, в какой ситуации вы оказались. То есть это некое такое отрицание происходящего и уход или склонность, если как угодно можно это назвать, к оправданию. Вот. Ну. Я опять же могу сказать, что сама по себе это неплохо. Да? Если идет, ну, на пользу. Ну вот в данном случае, конечно, могут быть проблемы. Поэтому давайте мы с вами постараемся. Ну, в дальнейшем избегать таких аспектов, как интеллектуализация. Да? Давайте мы с вами. Давайте мы с вами. В будущем постараемся называть вещи именно своими именами. Так как воспринимается это вами. Именно. Вам это, в принципе, не может восприниматься как зависимость. Потому что человеку. Это чисто умозрительно такое. Такое. Понятно. Вот. И как раз таки через называние вещей своими именами, да? Будем уже больше подходить к проблемам. того, что с вами происходит. Теперь. Непосредственно по вашему вопросу. Вы говорите, что обратились. Значит, вот. Поэтому вы обратились за помощью. Вот. Ну хорошо. За помощью вы обратились. Но вы фактически не задали вопросы. Вы фактически не обозначили критерии выбора. А значит, специалиста. Да? То есть, вот. Ну, что вы не сказали, что вы выбираете специалиста. Что, вот, вы готовитесь, там, к терапии и так далее, да? Вот. А вы говорите, что хотите вылечиться от зависимых отношений. Почему-то именно вы используете такое слово вылечиться. А если вы хотите вылечиться, значит, это подразумевается, что вы больны. Если вы больны, то это означает, что у вас есть диагноз. Если у вас есть диагноз, то вам, соответственно, назначите лечение. Но тогда, если у вас есть диагноз, то у вас должен быть и врач, который вами занимается. Знаете, какая штука? Если же диагноза нет, если же врача нет, то и нельзя сказать, что вы больны. Можно сказать, что у вас есть симптомы. Симптомы, да, возможно. Но не то, что вы больны. А вы себя уже, по сути, записали, вы больны. В чём так и полагаю, что вы больны психически. Понимаете? Вот. И это, на мой взгляд, само по себе является симптомом привлечения внимания. Вы пытаетесь привлечь к себе внимания. И вообще, читая вашу историю, у меня возникло такое ощущение, да, что вы вот, что не хватает вам вот этого вот внимания к себе. Мне не хватает вам вот этого такого чувства, какого-то чувства значимости собственной, чувства важности собственной и так далее, и так далее. И мне думается, что глобально, но не глубинно, а именно глобально, это то, что вами движет оказываться в подобных ситуациях. Итак, замужем двое детей, работливый муж, визуально всё хорошо. Татьяна, ну, давайте анализ проведём, небольшой хотя бы, ваших отношений с мужем, хотя бы, да, небольшой анализ проведём. Как вы познакомились? Что вас объединяет с мужем? Сколько времени вы вместе? Какое значение для вас имеет брак? Какое значение для вас имеет вот дети? Вот. То есть, вы говорите, что муж заботлив, вы говорите, что визуально всё хорошо, а как всё нехорошо. То есть, вы не раскрываете. Очевидно, что какая-то проблема есть, да? Очевидно, что какая-то проблематика есть. Вот. Потому что вы говорите, что визуально всё хорошо, но вот какая вы не раскрываете. Жаль, потому что это, опять же, повторюсь, предельно важный момент. Ну, по детям, по детям, в принципе, то же самое, да? То есть, вот, дети, это, ну, такой же важный момент, на самом деле. Вот. В плане того, что вы когда заводили детей, да, то, ну, на что рассчитывали, чего хотели, хотели, допустим, чего ожидали, да? И так далее. То есть, это такие важные, важные достаточно моменты. Вот. Тут, опять же, исходя из того, что вы нам предоставили, не совсем понятно это всё. Дальше. Так случилось, что у меня зависит на отношения с женатым мужчинам. Мужчина около... около... три года. То есть, около трёх лет, наверное. Кроме того, нас вяжет общая фирма, которую мы открыли. Так. Ну, вы немножко здесь всё, как бы, в одну кучу вмешает, да? То есть, всё-всё-всё. Поробки. Смотрите. Что значит, так случилось, что у меня зависит на отношения? Вот. Ничего не так случилось. Как вы говорите? Ничего не так случилось. Это всё не случайно. Понимаете? Не случайно. То, что у вас начались зависитые отношения с женатым мужчиной. Вот. Это не случайно. Это следствие вашего выбора. Так вот, важно понять. Как именно так случилось? То есть, не просто вот, что так случилось и всё. А как именно? Как вы пришли к этому? Ведь вы уже на протяжении трёх лет, фактически, делаете выбор быть с этим мужчиной. Встречаться с ним, проводить с ним время и так далее. Знаете? Какая штука. Так что, как случилось, так случилось здесь не совсем, я бы сказал, то, что отражает действительность. Вот. А то, что вас объединяет в фильмах, которые вы открыли, ну это, я бы сказал, момент, с которым нужно разбираться. Потому что, потому что, может быть, может быть, вы используете этот момент для того, чтобы оправдать своё пребывание с человеком. Может быть, может быть, это то, что вовсе началось. Может быть, для вас, фирма, это уход от проблем в семье, например, в семье. То есть, тут множество есть вариантов, и варианты нужно рассматривать. Потому что понятно, что всё взаимосвято. В этот период мы были близки, я верил, верили во что? Поддерживал, поддерживал его. В чём? Сейчас фирма развивается, конечно, есть трудности. В последнее время я поняла, что это неправильно. Так. Есть трудности. А это... Это не нормально, что есть трудности. В последнее время я поняла, что это неправильно. Что именно и что именно неправильно. Хоть люблю его... Вот как именно проявляется любовь? На что направлено ваше чувство любви? А мы уж, что с мужем? Понимаю, что мы не будем вместе. То есть, вы вступали в отношения с женатым мужчиной. Предполагаю, что будете вместе. А муж, а дети? Хочу увеличить всё зависимых отношений. Ну, с чего вы взяли, всё зависимые отношения, а при этом сохранить работу. Имеется в виду, вы хотите выйти из отношений так, чтобы мужчина вас не уволил. Да? В котором вы сейчас фирма открыли. Так вот. Я вам могу сказать следующее. Что... Эпо... Эпо... МОЖНО, конечно. МОЖНО. МОЖНО выйти из отношений так, чтобы мужчина вас не уволил. Но я бы сказал, что это достаточно сложно. Потому что смешивать личные отношения и профессиональные отношения, вы умеете за тастологию, не профессионалы. Поэтому... Вероятность... того, что вы сможете усидеть на двух стилях, крайне мало. Кстати, в этом проявляется также в какой-то степени ваше нежелание брать на себя ответственность. Да? То есть вы хотите сохранить работу, но хотите выйти из отношений. Хотя... Хотя... Вы, вероятно, и получили работу благодаря... в... ...зависимости. Понимаете? Вот. Так что, без... тоже нужно бесплатно, деликатно и внимательно на ситуацию смотреть. Конечно, значит, можно и нужно стремиться к этому, но главное все же, как мне кажется, именно выйти из отношений, как мне думается, то есть это важнее. Такая вот история, здесь, так, ну и все, на этом, Татьяна, подумайте над теми вещами, которые озвучил я, которые написали коллеги, я надеюсь, что это будет полезно, вы решитесь на терапии, но лично мне показалось из вашего текста, что вы не совсем готовы это делать. Удачи вам и всего доброго! Спасибо. Спасибо. Спасибо.